Голливудский кинопродюсер Вы все равно можете попробовать себя в роли продюсера блокбастера Достаточно компании друзей и настольной игры от Хобби Волк Которая называется, да вы уже и сами догадались Голливуд И сейчас я расскажу, как в нее играть Начнем с выкладки будущего поля битвы киношника Каждый игрок выбирает себе одну из киностудий Ее цвету будут соответствовать жетоны аукциона, о которых чуть позже 5 карт ставок, а также фишка для подсчета денег Очередь за полем для игры Здесь можно будет увидеть, кто и сколько заработал на своих фильмах Кто отстает, а кого стоит и поприезжать на последующих этапах Игроки начинают с отметки в 12 миллионов Это стартовый капитал Теперь раздадим основные карты Каждому игроку выдается по 7 основных карт в закрытую Игроки смотрят свои карты, но не показывают другим Следующий шаг — звездные карты Мы выкладываем их на специально отведенные места, соответственно количеству игроков Последние штрихи — колода бездарных сценариев И самое главное — золотые статуэтки Оставим немножко места для общего отбоя и можно начинать наш первый производственный год Начнем с важного и ответственного момента — получения звездных карт Раз уж мы играем в первый раз, сделаем это вслепую и просто вытянем их из колоды Но вообще можно поторговаться с другими игроками за право самолично распределить звездные карты Так же, как на аукционе, о котором я расскажу чуть позже Во время драфта звездных карт заранее спланируйте, как сопоставить их с теми, что уже есть у вас на руках Очень может статься, что он тот режиссер-модостоночник, вам будет очень нужен А значит, за него стоит побороться на аукционе Теперь драфт основных карт Думали, все 7 из них останутся у вас на руках? Нет, ну то есть технически — да Только сначала они пройдут через руки всех игроков, и они выберут те, что им наиболее приглянулись Так, по очереди мы собираем элементы для нашего грядущего блокбастера Думаю, не нужно объяснять, что приоритетом обладают крутые специалисты и сценарии Но это еще не все Нам предстоит выбрать дополнительную звездную карту из тех, что мы заботливо выложили на столе Руки! Сначала придется поторговаться Звездные карты крайне ценны, да и отказаться от участия в аукционе вы не можете по правилам игры Разумеется, без нюансов не обошлось Если вашу ставку перебьют, деньги вы потеряете, и в довесок вам придется перейти в следующий раунд до аукциона и бороться уже за остатки Так что торгуйтесь с умом Да, кстати, если вам не понравились звездные карты на столе, можно поставить на выбор случайный, но достанется она только одному игроку Последний шаг — появление агентов Если у вас на руках есть этот хитрый персонаж, покажите его уже успешим побледнеть соперникам Один из них будет обязан отдать вам режиссера, актера или актрису по своему выбору Сделав свое темное дело, агент отправляется отдыхать в общий отбой Вся карта на руках, пора начинать съемки блокбастера И вот что нам для этого понадобится Сценарий — основа нашего фильма Сценарии бывают разных жанров — комедии, триллеры, экшены и мелодрамы Чем больше персонала одного со сценарием жанра задействовано в фильме, тем больше денег он в итоге соберет Представим ситуацию, что у вас на руках нет ни одного сценария Кто виноват и что делать — не паниковать В игре недаром есть стопка бездарных сценариев Вы можете сбросить с руки ненужные вам карты и взять соответствующее количество сценариев Вы сами можете задать жанр сценария, но учитывайте, что сама карта принесет только 1 миллион Кроме того, сброшенные карты идут в общий отбой и в будущем будут для вас абсолютно бесполезны На фильме может быть задействован только один сценарий Остальные либо используются в производстве других фильмов, либо отправляются в ваш личный отбой Режиссер — крайне важный персонаж, так же как и сценарий, представленный на фильме в единственном экземпляре Хорошие режиссеры, особенно звездные, очень ценны Обычно они работают в нескольких жанрах и могут принести вам немало денег или символов Оскара, о которых чуть позже Старайтесь брать режиссеров, сразу же как и заведетесь сценарием Актер-актриса Так же как и режиссеры, актеры в вашем фильме могут быть обычными и звездными И работать в одном либо нескольких жанрах Пара из актера и актрисы даст вам бонус за дуэт, что может быть неплохой прибавкой к общим сборам фильмов В фильме может быть один актер или одна актриса Дуэт — либо два актера или актрисы, но не больше Остальных придется переводить на другие картины, либо отправлять в ваш отбой Специальный персонал Иногда у вас на руках будут оказываться карты специального персонала Это может быть монтажер, способный перенимать функции актера или актрисы Продюсер, сильно повышающий общую прибыль с фильма Специалист по спецэффектам и так далее Все они выполнены в зеленом цвете И сами по себе, без учета действий карты, приносят дополнительно по 1 миллиону к бюджету фильма Стоит ли брать несколько подобных специалистов Или постараться набрать актеров и актрис для нескольких фильмов — решать вам Но учтите, что и на одной картине Грамотная команда сможет собрать огромную кассу Команда подобрана, фильм готов и уже крутится во всех кинотеатрах мира Ну что, пора считать деньги? Чтобы считать деньги, не нужно быть бухгалтером Сначала определим, сколько карт одного жанра у вас есть в фильме 4? Возводим это число в квадрат, получаем 16 миллионов 3 или 5 — тогда, соответственно, получится 9 или 25 Учтите, что касается это только одного фильма Другой будет считаться отдельно И суммировать одни жанры в разных фильмах вы не можете Далее посчитаем бонусы с дуэта Сложившиеся дуэты принесут вам по 4 миллиона дополнительно Карты особого персонала добавят еще по 1 миллиону Помимо бонусов за действие Теперь посчитаем монеты на картах Каждая монета принесет по одному дополнительному миллиону Все, вот мы и посчитали бюджет ваших фильмов И ровно настолько на победном треке переместится ваша фишка И не забудьте посчитать золотые статуэтки на картах вашего фильма Если их окажется больше, чем у оппонентов Поздравляю, вы только что получили премию Фильм года и статуэтку фишку за одно В финале игры она поможет вам собрать дополнительные деньги И может статься таким образом вы сможете выиграть Для этого по завершению третьего производственного года Вам нужно будет открыть свой отбой и посчитать в нем Общее количество золотых статуэток на картах Вне зависимости от того, были они задействованы в фильме или нет А затем самое приятное Вы умножаете количество статуэток на количество наград у вас на руке 20 Оскаров и 2 фигурки на руках Ну что же, только что вы заработали 40 миллионов Помимо серьезных шансов на победу Золотая фигурка предоставляет вам право лично распределить первую партию золотых карт Если же у нескольких игроков оказывается равное количество статуэток То оставшиеся и не претендующие на премию игроки Голосуют, кто достоин награды Когда первый производственный год заканчивается Начинается второй И в нем повторяются действия предыдущего За вторым следует третий Затем подводятся итоги И партия завершается Ну вот вы узнали, как играть в Голливуд В скором времени обязательно выйдут дополнения с новыми картами Так что следите за анонсами А теперь пора бы вам пойти и поиграть с друзьями И показать им, кто самый крутой продюсер на районе Спасибо за внимание Стоп! Снято! Стоп! Снято! Оте есть! Расслай, Василов Морohn, Ноя Иоанна Снято! 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 Уснятие Вчера the